В эфире новости в студии Альфея Хайдарова. Здравствуйте. И начнем выпуск с международных новостей. Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по позициям Хамас в секторе Газа. Воздушные атаки подверглись нелегальный тоннель, ведущий на территорию еврейского государства, также объекты по производству и хранению оружия. В результате шести ударов двое палестинцев получили ранения. Их госпитализировали, как заявили военные Израиля. Эти атаки стали ответом на ранения четырех их солдат при взрыве самодельной бомбы. Ее палестинские боевики накануне заложили на путь исследования военного патруля. Ответственность за нападение израильские военные возложили на группировку Хамас. На заводе на севере Франции прогревел мощный взрыв, после чего начался пожар. Погибли двое человек, около десяти получили ранения. ЧП произошло в Дьеппе на предприятии, специализирующемся на производстве растительного масла. Причина произошедшего пока не ясна, однако известно, что в момент взрыва на месте проводились технические работы. В немецком Мюнхене прошла массовая акция протеста против Мюнхенской конференции по безопасности. На улицы города вышли более ста различных протестных групп. Две тысячи активистов требовали распустить НАТО. Как передают местные СМИ, демонстрация прошла мирно. За порядком следили около четырех тысяч стражей порядка. Добавлю, сейчас в Германии проходит Мюнхенская конференция по безопасности. Это заседание представителей оборонных ведомств стран-членов НАТО. В этом году в ней принимают участие не менее полутысячи гостей, в том числе более 20 глав государств и правительств. Венеции исчезает искусство изготовления гондол длинных и узких лодок города на воде. Старинная технология передавалась из поколения в поколение столетиями, пока интерес к ней не был потерян. Сегодня в Венеции осталось лишь несколько мастеров, которые владеют секретами ручного изготовления гондол и продолжают следовать традиции. Рассказывает наш собственный корреспондент. Первый раз я пришел на работу со своей линейкой. Настегда так учили носить с собой линейку и карандаш. И удивился, когда обнаружил, что сантиметровую шкалу здесь не используют, а используют для измерения венецианский фут. Судостроитель Матео Тамассия работает в одной из немногих верфей в городе, которые до сегодняшнего дня делают венецианские гондолы по старинной технологии. Она была открыта в 1784 году Доменико Трамантином. Ныне семейное предприятие возглавляет его правнук, ревностно настаивая на использовании дедовских расчетов и инструментов. Для изготовления каждой гондолы в мастерской используют 8 видов дерева. Дуб, вишню, липу, грецкие орехи и другие. Чтобы придать форму и не повредить волокон, доски замачивают в воде и жгут огнем. День спуска на воду – самый прекрасный день. После многих дней тяжелой работы спуск как освобождение. Но где-то глубоко внутри мне всегда очень жаль. Ведь на верфи ее больше нет. И видеть каждый день я ее не буду. Радует, что иногда буду видеть, как она проплывет в городе. Заказчикам же из-за границы я всегда предлагаю поддержанные гондолы. А новые оставляю здесь, чтобы видеть их в городе. До конца 60-х годов эта верфь спускала на воду три новые гондолы в месяц. Сегодня она собирает одну лодку в год. Перед экземплярами с предприятий автоматизированных гондола, изготовленная вручную, имеет неоспоримое преимущество в маневренности. Но и цена ее выше. И потом передать секреты старинного искусства Роберто Трамантино некому. Его дочь Элина продолжит дело не может, не задержался в мастерской и ни один из его учеников. Когда в детстве у меня спрашивали, чем занимается твой папа, и я говорила, что строит гондолы, люди смотрели на меня так, как будто считали это занятие странным. Но мне очень повезло, ведь благодаря моему отцу и его многочисленным воспоминаниям я много знаю о Венеции. О Венеции, которой сегодня уже не существует. Кто из побывавших в Венеции туристов не совершил прогулку на гондоле по ее каналам. Асимметричная лодка вытянутой формы с одним-единственным веслом стала символом города на воде. Венецианцы ласково зовут их черными лебедями. Со смертью старинной традиции облик Венеции может навсегда измениться, фантазирует Роберто Трамантино иронично и с грустью. В Венеции всегда будет плавать нечто черное с блестящим наконечником на носу. Оно будет называться гондолой, но ее уже не будет. Лет через сто сделают лодки из пластика, или она будет надувная, чтобы после сдуть, или из углерода, чтобы экономить на черной краске. Откуда нам знать? Централизованный сбор твердобытовых отходов пытаются наладить в Усть-Каменогорске. В областном центре ежегодно накапливается больше 60 тысяч тонн мусора. Городские свалки переполнены. Их расчистить пытается предпринимательница Динара Акимжанова. До 5 тонн бывшего в употреблении пластика и картона в сутки собирают и перерабатывают на ее мини-заводе. Но работает он лишь на 10% от заявленной мощности. Для его загрузки в городе установили 40 эко-контейнеров. К концу года их количество возрастет до 300. На мусорных полигонах Усть-Каменогорска также намерены смонтировать линии промышленной сортировки ТБО. Этот проект планируют реализовать до конца 2018 года. Хотели бы, чтобы у нас запустить такую сортировочную линию. Тогда уже, если сегодня забираем 10% мусора, то могли бы до 80% мусора отсортировать и отправлять на заводы на переработку. Мир читает Айтматова. По таким названиям Министерство образования и науки Кыргызстана проводит общественную акцию. Принять участие в ней могут все желающие, в том числе и за рубежом. Для этого необходимо прочитать отрывок из любого произведения великого писателя и выложить видеоролик в интернет. Акция стартовала совсем недавно, но всемирная паутина уже полна сотнями видеозаписей. Дрожащими пальцами вскрыла конверт и начала читать. Эх, сынок мой, ведь я с первых слов все поняла. Ученица российской школы с воодушевлением читает отрывок из повести Чингиза Айтматова «Материнское поле». Таких видеороликов в интернете набралось почти сотня. География участников акции уже давно перешагнула Евразийский континент. Понятно, что больше всего цитируют великого писателя у него на родине, в Кыргызстане. Но с не меньшим воодушевлением автора читают в России, Казахстане, Турции, Европе, Китае и Японии. Цель данной акции – популяризация наследия Чингиза Айтматова и формирование культуры чтения Айтматовских произведений. Чтобы принять участие в данной акции, необходимо просто снять на видео момент прочтения любого произведения Чингиза Айтматова и выложить его на своих страницах в социальных сетях с хэштегом Айтматов Education KG. Онлайн-флешмоб «Мир читает Айтматова» – одно из первых мероприятий, запущенных в стране в рамках 90-летия кыргызского писателя. В течение текущего года также будет исполняться план мероприятий, разработанный правительством в честь этой знаменательной даты. Планируется как на республиканском, так и на международном уровне организация выставок, выпуск новых книг по произведениям Айтматова, организация научных конференций и молодежных форумов, создание документальных и художественных фильмов по мотивам произведений всемирно известного писателя. Как вы знаете, есть художественные фильмы Ахки Мечинг из Айтматова по произведениям, снятые. В департаменте кинематографии, преминистерства культуры, информации и туризма в плане мероприятий внесла такое предложение, чтобы переснять фильм Ахки Мечинг. В данное время сейчас разрабатывается, и режиссеры в данное время работают. 90-летие Айтматова будет отмечаться не только в пределах нашей страны. Так, международная организация «Тюркская культура» объявила 2018 годом кыргызского писателя. В течение этого года под эгидой «Тюрксой» будут проведены различные мероприятия на эту тематику во входящих в нее странах – Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане и Турции. Также планируется открыть центр Чингиза Айтматова на его малой родине в Таласе. Это будет своеобразная вселенная, где найдут место не только образ самого гения, но также его многочисленных героев. Реализовать все задуманное в рамках одного года вряд ли удастся, поэтому в правительстве надеется заложить хотя бы капсулу памятного мемориала. Бакыч Ермашев, специально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан. Актеры Жалпакталского народного театра Западной Казахстанской области впервые сыграли спектакль «Дырявая копейка» по пьесе английского драматурга Рея Куни. Скромный бухгалтер Генри Перкинс в свой день рождения по ошибке приносит домой чемодан с колоссальной суммой денег. Простой клерк решает сбежать с женой на край света, но тут в его жизни начинается череда смешных и нелепых ситуаций в битве за деньги. Все персонажи показывают свое истинное лицо. Премьера спектакля прошла успешно. Молодые актеры смогли показать комичность и драматизм в тщетной погоне за золотом. К слову, Жалпакталский театр был основан в середине прошлого века. В 1958 году получил звание народного. С этой постановкой в конце прошлого года мы участвовали в фестивале народных театров страны, получили диплом второй степени. Мы стали победителями и в номинации «Лучший режиссер». Наша актриса Анна Армусина получила награду за лучший женский образ. Старые лотерейные билеты, монеты и марки – эти и другие коллекционные экспонаты можно увидеть в эти дни в Краевическом музее «Семея». Большая часть предметов принадлежит жителям города. Например, семья Рыковых выставила коллекцию кукол, и Чита Жуковых представила несколько десятков подсвечников и фарфоровых статуэтов, которые были собраны за много лет. Особое внимание зрителей привлекло самодельное игровое лото. 50 лет назад с помощью этого нехитрого устройства на рынке реализовывались лотерейные билеты. В данном случае такая выставка делается впервые в музее, что именно представляются предметы, коллекции, собранными углеченными людьми. То есть именно здесь представлено слово «коллекционера». То есть это люди, которые, в общем-то, сохраняют историю и создают как бы такую связующую нить между прошлым и будущим. Сегодня христиане прощаются с зимой. Праздник Масленицы начался 12 февраля и продолжался всю неделю. По всей стране уже проходят массовые гуляния. На одном из них моя коллега Майра Дусинбаева. Сейчас она на прямой связи со студией. Майра, здравствуйте. Как проходит веселье? Здравствуйте, Алия. Вот-вот пройдет сжигание самого главного символа Масленицы – чучела. Это действие означает прощание зимой и встречу весны. Вообще традиции празднования Масленицы зародились сотни лет назад. В эти дни принято печь блины и ходить гулять и кататься на санях. Сегодня все это здесь точно предложат гостям. А пока на площади дворца Жастар развернулось широкое народное гуляние. Жители и гости столицы играют в игры, водят хороводы, поют частушки и народные песни. В перерывах между конкурсами людей развлекают творческие коллективы этнокультурных объединений города. Сейчас рядом со мной участники праздника. Валерия, расскажите, как у вас настроение? Здравствуйте. Настроение у нас очень отличное. И, пользуясь случаем, народный казачий хор «Станичники» и воскресная казачья школа хочет поздравить вас со светлым праздником Масленицы. Хочет пожелать вам семейного благополучия, счастья и добра. Спасибо. Как видите, народу становится все больше. Это значит, что веселья также будет очень много. А с завтрашнего дня у славяны уже начинается Великий пост. На этом у меня все. Альфия, вам слово. Спасибо, Майра. С нами была Майра Дюсенбаева. Мы продолжаем выпуск. Сборная Казахстана по хоккею одержала вторую победу на Евро-челлендже в Польше. Со счетом 4-1 наши соотечественники обыграли хозяев турнира. Дубль оформил Ярослав Евдокимов. По одной шайбе забросили Дмитрий Гренц и Роман Старченко. Сегодня подопечные голыма Мамбиталиева сыграют с Италией. Матч начнется в 20.30 по столичному времени. Добавлю, что после двух игр наша сборная с шестью очками является лидером турнира. Более тысячи астанчан приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам. Традиционный зимний фестиваль Хасурнега в этом году посвящен 20-летию столицы. Он собрал не только профессиональных спортсменов, но и всех, кто неравнодушен к лыжному спорту. Победители наградили ценными призами. На фестивале проводились и другие состязания, в частности по мини-футболу, хоккею, сноуборду и мотокроссу. Эту традицию власти города планируют продолжать и дальше. Вот уже 18-й год проводится зимний брухасын на лыжах. Сейчас называют Хасурнега. Это действительно традиционно. Я сам 15 раз участвовал на них. Почему бы сегодня поучаствовать с молодежью? Народ должен быть спортивно развит. Потому что это новые мышления, новые подходы. Это были все новости к данному часу. Спасибо за внимание и увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова